Коллекция произведений Якушевского начала формироваться в Рязанском художественном музее в 1956 году, с первого успеха, который принесла художнику картина «Домой», написанная в 1955-м. Она и по сей день занимает место в постоянной музейной экспозиции. В последующие годы крупные полотна поступали в Рязанское собрание от Министерства культуры РСФСР. Многочисленные пейзажи и портреты приобретались с областных и персональных выставок. В результате в музее оказались не только этапные картины, такие как «Мать», «Подруги», «Есенин», но и совсем небольшие работы, раскрывающие разные грани творчества художника. Мы, наверное, не привлекали фонды музеев других, потому что, на наш взгляд, самое лучшее произведение, самое выговорящее от новости художника работы находится в Суперфондах Рязанского художественного музея. И здесь представлены, как вы видите, творчество Станислава Кустиновича во всех его проявлениях. Художник по рождению, по учебе он не Рязанский, но оторвать его жизнь и творчество от Рязанска здесь и от Рязани невозможно. Отличительная черта картин Якушевского в ряду других многочисленных произведений эпохи соцреализма – это интерес к чувствам персонажей, сопереживание к каждому, независимо от его классовой принадлежности. Именно понимание сложности исторических коллизий обусловило психологическую убедительность образов и неоднозначную трактовку сюжетов в картинах «Домой», «Хлеб», «Мать», обеспечив работам художника востребованность спустя десятилетия. Смаченый жир, крупный мазок, смелый, хойл, такие цвета мощные, но как написаны детали, сколько этих деталей, вообще потрясающе. Вот это картинка можно смотреть бесконечно, но это достоверно, это непрерывно, это все буквально документы в саду. Это эстетика послевоенных, это эстетика нашего поколения. Я не знаю, как это раскрыт, наши студенты, но в любом случае, в любом случае, это широкий, хороший, высокий. Приверженец классической картины Якушевский огромное значение придавал вопросам профессионального ремесла, совершенствуя его в сообществе коллег на академической даче. Постигая тайны живописи, он всегда ставил содержательность произведений на первое место. Выставка носит ретроспективный характер. В экспозицию вошло около 60 произведений мастера. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».